приветствую вас вы знаете Владимира Зеленского хорошего клоуна получился замечательный президент просто замечательный а вот из Путина которым можно назвать обычный президент получился бездарный клоун так проиграть это уже все понимаете какая ситуация когда про президента страны начинает рассказывать анекдоты причем не бабушки на лавочках не бабушки на лавочках это нормально а вот когда на международных форумах премьер-министр то есть лидер Албании рассказывает анекдот про беззубого щенка Володьку Путина это называется опустили его ниже плинтуса помните в международном праве есть не писаные правила журналисты могут хаять любого президента премьера это это их работа обзывать не народ пожалуйста народ всегда возмущается ему все равно что свой президент что чужой мат перемат смех троллинг это нормально это вообще даже некоторые говорят что ну народ что вы хотите но если говорят лидеры стран или руководители стран но есть такое неписанное правило они не должны как бы подыгрывать народу но анекдоты они о других президентах не рассказывают они могут цитату сказать ну там можно поругать можно даже разно обозвать его агрессором но анекдот это говорит о том что Путин уже настолько не спал что дальше некуда вот вы удивляетесь почему Эрдоган не договорился с Путиным так с этим ничтожеством вообще никто договариваться не будет потому что спал ничтожество и действительно вот это вот анекдот который рассказал премьера висалбамию про Путин я понимаю что он прыгожан так дальше он еще раз показывает что все в России власти абсолютно то есть понимаете он его фактически на мировом уровне показал полнейшее ничтожество да действительно цитата без зуба щенок Володька Путин это приписывает цитату товарищу Си но официально товарищ Си такое не говорил официально кулуар журналисты повторили журналисты повторили но встречи чтоб ну что а тут официально анекдот про президента Владимира Путина хана полный хана вы видите правильно Россия проиграла все что только можно проиграть благодаря тут не я понимаю что русские боты там начинают с трусов выпрыгивать рассказывать глупости ну такая это работа но давайте на пальцах считать Киев не захватили и как потом ну Херсон сдали потом если помните было очень много эйфории что бахмуты и а теперь другая ситуация Украинские войска бахмут окружили и сейчас действительно бросили колоссальные силы чтобы как-то дать что-то удержать а сейчас закончится тем что все бахмут тут же смотрите еще какая интересная ситуация почему вот бахмут так дальше а еще интересная ситуация Медведев выступая вместо того чтобы назвать Артемс назвал бахмут он ну да 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 вот такая ситуация Ну опять же смотрите какой нюанс вы же понимаете что то что там бахмутцы приняли активное участие в захвате бахмута Ну Россия знает все знают знают про это уже столько говорили писали повторяли что просто не знаю а сейчас получается нету вахмута и не могут это страшно серьезно только что не забывайте что на бытовом уровне да я понимаю что какая-то часть людей даже вот ну то что пригожина убил Путин это знаете даже не обсуждается все да Путин однозначно но какая-то часть жителей России говорит правильно так его и надо этого зэка правильно что убили Другая часть России говорит нет неправильно ну как же слово дали чтобы не тронут и убили А теперь Украинская армия вышибает русских фашистов из бахмута появляется третье что сейчас говорят полушепотом говорят нет бахмутов и бахмут не удержали а а это мара поймите наконец-то что вот то что все разыграл Путин и разыграть пытался помните зимой ракетные удары сейчас Украина замерзнет будет бунт скинуть власть и сдадутся да я понимаю что зимой тоже попытается это сделать но на СПУ сейчас больше и ракет больше так что это однозначно не получится помните вот эта зерновая сделка ведь здесь в чем главный нюанс для Путина было важно показать победу вот он отказывается от зернового соглашения поставляет оптиматум и его принимают и соответственно что победа вот видите победа а не тут то было ну тут то было тут понимаете какая ситуация ну понятно дело что Эрдоган перед тем как ехать ну как вы сами понимаете общался и с Шольцем и Вольцем и так дальше это же естественно и понятное дело что Путин ожидал что Эрдоган приезжает и капитулирует нет он фактически поставил те условия которые ставила Украина полная капитуляция России и соответственно беспрепятственная работа зернового коридора естественно что Путин почему почему сорвался почему все 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 проиграл шантаж не сработал ему уж победа нужна была уже хотя победу что вот видите видите обращаю ваше внимание что Зеленский заявил что альтернативный зерновой коридор где была Россия вот такая ситуация тут еще маленький нюанс который вы наверное может не обратили почему если помните был момент когда Путин никак за Эрдоганом Эрдоган предлагал встретиться Путин никак не соглашался вспомните а потом вдруг резко вспомнил что да давайте почему а потому что товарищ России вызвал Путина к себе и действительно ну очень сильно Путин хотелось ну грубо говоря показать победу он очень хотел чтобы шантаж сработал почему он резко согласился на встречу с Эрдоганом он очень ожидал что Эрдоган все согласились победа не сработал ему эта победа прежде всего нужна была показать товарищу я что-то могу я еще не конец ну и глубинному народу видите глубинный народ как мы победили нет проиграли проиграли вообще насчет вот этой встречи товарища Си и Путина смотрите ну вы наверное Синьхуа знаете но вы знаете что он на английском языке знаете да не причем действительно в Риме и я почитаю а там знаете как все новости такие которые правильные зализаны не удобно удобно вот просто если вы хотите почувствовать а что сейчас в руководстве Китая которое главное все вы же понимаете что Синьхуа еще международный там же подбирается самое интересное я так и не нашел ни одно сообщение о том что Путина ну Путина встретят в Китае даже полслова хотя обращаешь внимание что всегда ну предыдущие там ну я говорю это такая ну издание вот если происходит там вот сообщают что товарищ Си подумал что сделал какие мероприятия что ждать все правильно вот там не сегодня читая сразу ну как бы сразу понимаешь что там какие не приняли что не приняли что хотят ну сами понимаете все это так там нет информации то что ждут Путина нет хотя я говорю в предыдущие времена ну когда планировалось там была информация что ну произойдет встреча между так дальше сейчас нет то ли даты еще нет возможно то ли не очень то и ждут нет уже смотри какая ситуация скорее всего скорее всего то ну товарищ Си же ну вы сами понимаете после состояния БРИКС где полностью Россия опозорилась ну вы же видели ужас после этого естественно как бы в Китае поняли что надо что то делать за этим безумным щенком и вполне возможно что просто его как бы пальчиком поманили что прибегаю сейчас тебе по полной всыплю да естественно тут сразу начались движения ой а что как за что я ж хороший сейчас на сегодняшний момент так понимаю розги готовят в Китае чтоб выбрать это без зубовщинка по полной а еще Россия вы же понимаете что понимаете почему вот этот прецедент произошел с карты ну в курсе что на китайской карте вдруг территория которая согласно договора между Китаем и Россией за 2008 год стала китайской не 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 надо не надо есть договор 2008 года согласно которого вот этот остров на реке Амур является российским да а тут он стал китайский мгновенно не ну я понимаю что не раньше был китайский просто единственно был договор что российско-китайцы вернее китайцы все никакого российского но договора 2008 года никто не отменил есть обратили внимание как Кремле отреагировали на это забавно они сказали это технический вопрос да мордочку утерли технический вопрос какой черт у технический это ж не случайно вот сначала переименовали название дальневосточных городов а тут Гауляйтера не ну ЦК КПК назначили представителя по Дальному Востоку Российской Федерации чувствуете вы понимаете что это такое ну то есть ЦК КПК приняли решение назначить Гауляйтера по Дальному Востоку Российской Федерации и что в Кремле тоже мордочку утерли технический какой технический вопрос какой технический ребята все вы же понимаете что вас с двух сторон бьют а вы мордочку не можете подвернуть да это специально делают перед встречей без зуба щенка Володьку Путина товарища сына да издеваетесь правильно как говорит но Россия стала ничтожеством если про президент анекдоты рассказывает это просто ничтожество это не страна это уже какая-то территория по этой причине да вот такой расклад и по этой причине да действительно я не понимаю кто и список составляет как будут эксплуатировать что будут делать с Россией и с русскими поданками которые вместо того чтобы скинуть в этом без зуба щенка жопу ему лежит лежите дальше китайский вы не будете учить рабы и так будут молчать и работать потому что не можете жить по-человечески будете теперь пакать на китайцев как ничтожество как бездна и лизать жопу Путину украинская армия зачистит территорию Украины уничтожить всех русских фашистов и наведет порядок на правильной территории Российской Федерации представляете что сдаст Путин когда он поедет на коленях ползать на коленях перед товарищем Си ползать же будет сдаст все и вас сдаст вас великий русский народ какой-то черт вы великий вы бездарный ничтожный великий народ скинул бы это подонка а вы не великий вы ничтожный ну вообще-то правы люди которые говорят что нет русских ну да русских не существует выданка немецкой царицы да по этой причине так как нет русских то некому и скидывать безумца а может наоборот все ждут тут мне напомнили очень интересный факт очень когда Каддафи убивали ну вы помните что Каддафи казнили трансляции то есть нет у нее это специально было сделано вообще конечно без суда и следствия если так уже по большому счету Каддафи что называется попался да типа там революционный комитет революционного решения ну вы сами понимаете приняли решение казнить Каддафи при этом не просто казнить показать в прямом эфире было было казнили да а кто не помнит как Путин сильно испугался как он возмущался как можно ну как как же знаете почему испугался это его конец ведь он же знает это его поданка именно так казнить было прямо в эфире и вся вот эта толпа глубинный народ будет скучать ату ату потому что ничтожество потому что поданок потому что глубинный народ жопу лежит так предус раз вот такая ситуация а вы еще говорите ребята родные как на россии не повезло царь дураком оказался конченый дураком так что начинайте учить китайский хотя я думаю не стоит китайские мандарины к рабам относятся довольно специфично для их вы и так рабы которые будете всю жизнь пахать на китайцев и вспоминайте времена когда действительно была нормальная страна с нормальным президентом но вы захотели себе и дурака царя и получили что есть и и и и